Мы продолжаем наши беседы с психологом, с Юлией Кулясовой, с семейным психологом. Юль, скажи ещё, пожалуйста, что делать, когда у мамы совсем нет сил на то, чтобы разбираться с ребёнком в его чувствах, потому что зачастую едешь с работы, у самой происходили какие-то проблемы, сама на взводе, и тут у ребёнка случается какая-то проблема, и ты не можешь даже перестроиться. Когда возникает какая-то трудность у мамы или у ребёнка, и вы вместе, важно тут понять, чья трудность больше, весомее. Я сейчас имею в виду, что трудность — это эмоциональный фон, эмоциональное напряжение. Если мы, например, смотрим, что ребёнок пришёл, его обидели во дворе, и в этот момент мама вся во внутренней, что-то с ней происходит далеко не простое, мы смотрим, у кого этот стакан наполнен больше, или у мамы, или у ребёнка. Есть две такие техники, которые помогают снизить эту эмоциональность. Если, допустим, мама общается с ребёнком, она помогает ему с помощью активного слушания, про которое мы уже говорили. Она, допустим, с ним общается, показывает его чувства, его действия, и тем самым сопереживает и снимает напряжение у него. Но если в этот момент, допустим, у мамы эмоциональный фон гораздо выше, и мама просто не может. И тут приходит ребёнок, и там чего-то шходит или делает такое, что ему просто нет сил. И у мамы есть такая возможность показать ребёнку то, что ей далеко не просто, что её, допустим, очень злит его поведение. Она подходит к нему и с помощью «я-сообщения» говорит и показывает. Ты знаешь, я очень зла сейчас на то твоё поведение, которое я увидела, допустим. Меня очень раздражают, допустим, крики в твоей комнате. Меня очень раздражает громкая музыка. Я так устала на работе и хочу отдохнуть. Я хочу полчаса полежать или сходить в душ или ещё что-то. Тем самым мама откровенна, мама говорит ребёнку, что её конкретно раздражает, что её злит, или что её обижает. И помогает ребёнку понять, оказывается, мама-то тоже живая, ведь она тоже может чувствовать, и ей тоже может быть непросто. И мама тем самым проговаривает, она это уже выпускает из себя и уже не оставляет себе. Она говорит, давай мы с тобой договоримся, вот сейчас я полчаса посвящу время себе, а потом я с тобой проговорю твои проблемы, мы с тобой прорешаем. И ребёнок понимает, да, маме нужно время. И мама устанавливает таким образом границы, что я тоже живая, что мне нужно восстановиться, и я с такими же потребностями, как и все вы. И маме даётся время, мама уходит, восстанавливается, отдыхает или как-то. И ребёнок учится уважать мамины границы. Ну, соответственно, и мама должна понимать, что да, вот, показывает, что вот это вот границы ребёнка. То есть это вот установление границ в семье. И установление того, что есть во мне что-то живое, которое может и болеть, и переживать, и чувствовать, и как-то там, да. Да. Насколько можно ребёнка впускать в свои чувства? Ярно ли его, если ты будешь рассказывать о каких-то своих там очень глубоких переживаниях? Смотри, я придерживаюсь такого мнения за искренность. Я не говорю, что нужно ребёнку посвящать во все детали, да, которые происходят, допустим, у тебя на работе, какие-то нюансы, которые ему совершенно не нужны. Это такая честность и открытость. И ребёнок учится быть таким же с мамой. И потом, когда будет ему сложно, он придёт к маме и расскажет о себе. Ещё вопрос, который волнует меня в первую очередь. Я мама троих парней, и более того, троих маленьких ещё детей. У каждого свои трудности, я ещё не могу с ними поговорить открыто. И некоторые вещи мне приходится расшифровывать, что там происходит. И, конечно, я переживаю, чтобы они не ревновали. Не всегда у меня есть время на каждого, чтобы уделить. Или мне кажется, достаточно ли я им уделяю время. Иногда я вижу, что, возможно, один из детей ревнует к младшему. Как реагировать, когда видишь ревность? Допустим, ребёнок взял, подошёл и ударил младшего брата. Этого делать нельзя, потому что это, может, опасно для жизни. То есть я должна его отругать? Или он, наоборот, замкнётся и ещё больше не начнёт перегревать? Вот смотри, давай подумаем, что в этот момент происходит с ребёнком, который подходит и начинает там убить или ударил младшего брата, к примеру. Наверняка же у него не всё внутри в порядке, что он от хорошего настроения, от того, что он всё прекрасно подошёл и ударил. Значит, что-то есть такое внутри ребёнка, что заставило его сделать так. Значит, по-другому он сделать не мог. Можно здесь пофантазировать, здесь различные варианты. Возможно, это ревность. И тогда что? Тогда ребёнок понимает, что мама вдруг стала другая. Мне мамы не хватает. Я не чувствую мамину любовь. Я жил как-то по-другому, и тут вдруг появился младший брат, и маму у меня забрал. И тогда это такая прямая на него агрессия. Это ты виноват в том, что мамы со мной стало меньше. В этот момент взять его ребёнка можно за руку и сказать, ты сейчас сделал такой поступок, который, мне кажется, стоит обсудить. Ведь в тот момент, когда ребёнок ударил, он сам боится реакции родителей. Он ждёт реакцию родителей. Он понимает прекрасно, что он сделал плохо. И он боится, что сейчас ещё мама на него наругается или ещё что-то. В этот момент мама ему показывает, да, я тебя увидела. Я вижу, что ты сейчас в своих переживаниях. Давай про это поговорим. И опять же мы включаем активное слушание и говорим, что я сейчас вижу, что ты как будто зол. Я вижу, что тебе непросто. Наклоняемся, разговариваем и даём паузу, даём время обязательно, чтобы он прислушался к себе, примерил мамины слова на себя и послушал, действительно ли это так. Мы выдерживаем паузу. Очень часто ребёнок начинает говорить сам. И вы дальше продолжаете активно слушать. Ты сейчас говоришь про то, что ты хочешь посидеть у меня на коленях. Давай мы с тобой договоримся, как мы сможем это сделать. Это очень важно. Ты помнишь, что я тебя люблю, да? Я тебя люблю. Ты мой любимый сын. Я тебя всегда люблю и буду любить. Но ты знаешь, я правда тоже по тебе скучаю, потому что я бы с удовольствием посидела с тобой, почитала книжку, но я не могу себе этого позволить. То есть мы с тобой ведём, например, 15 минут в день. Не надо там час, да, их тем более трое. Это сложно, действительно. 15-20 минут в день. И мы будем каждый день с тобой заниматься эти 15 минут только тем, чем захочешь ты. И вы играете с ним, рисуете, прыгаете, бегаете только с ним. То есть вот трое, и вот, допустим, два старших, ну как бы нуждаются в этом однозначно. И именно вот, например, средним занимается там папа, да, а вот ты, например, только старшим. И давай с тобой договоримся. Если ты в следующий раз почувствуешь какую-то обиду на меня, ты подойдёшь, возьмёшь меня за руку или обнимешь меня и скажешь, мама, мне тебя не хватает, да? То есть мы пытаемся вот эти вот эмоции перевести в вербалику, для того, чтобы ребёнок учился говорить о том, что с ним происходит. И, конечно, понимать, что ребёнку в этот момент плохо. Другое дело, что иногда ребёнок мстит родителям, да? Вот, например, что-то, где-то родители, кажется, ему несправедливы, были, да, к нему, там, где-то наказали несправедливо, там, ещё как-то что-то сделали. И вообще ему было плохо, его не поддержали, не поняли, он один с этими переживаниями. И в этот момент он понимает, что сейчас у мамы самое дорогое это вот тот малыш, который лежит с ним, да, рядышком. Дай-ка я по самому больному ударю. Это тоже такой крик о помощи, мама, заметьте меня, мама, обрати на меня внимание, мне плохо. И, ну, естественно, глупо говорить, что в этот момент его нужно отругать. Нет. В момент нужно ему отреагировать, нужно услышать его и договориться, как будете дальше делать. Да, мы, кстати, бывало такое, что рисуем, допустим, какие-то рисунки, и Саша часто рисует. Мама с Гошей, например. Вот, мне время прям плакать хочется. Вот видите, можно вести такое сердитое задание, я его так называю, да, которое очень полезно детям. Именно радость — это радость, она прикольная, она классная, а дети умеют её выражать чаще. Но когда дети сдерживают в себе агрессию, сдерживают в себе обиду, злость, да, и они видят, они ревностно смотрят на то, как мама вдруг с Гошей, вот она такая, а мне говорят, например, а ты вот, да, уже большой, почему-то, когда рождается ребёнок младший, мама вдруг начинает видеть в старшем или в среднем взрослого. А с какой-то радостью он такой же ребёнок. Пусть ему 12 даже лет, 13, он всё равно ребёнок, он так же нуждается, да, у него такие же потребности, может быть, ну, немножко другие становятся. И если вы вводите, например, такое упражнение каждый день, давай мы с тобой будем каждый день выполнять сердитое задание. Это можно делать даже втроём, да, вот мама, там двое сыновей, к примеру. И каждый говорит, вот на что он сегодня был в зол, сердился, да, или что такого у него произошло, на что он обиделся. Очень часто слышу, что дети начинают очень много фантазировать, да. А вот сегодня, и мама, мама, ой, да такого не было, да где ты это взял. То есть ребёнок воспринимает так, а у мамы картинка совсем другая. В этот момент не критикуем, не отдёргиваем, не пересказываем, не убеждаем. Да, мы просто принимаем. Да, сегодня ты был зол вот на это. Да, мы принимаем, даём право всё, что он говорит, право быть тому, что он говорит. И если вы вводите это как ритуал ежедневно, ребёнок будет каждый день высвобождаться, и на следующий день будет свободен от этого. Он не будет копить негатив, и потом вот какими-то такими штуками их. Про воспитание погодок ещё спрашивали. Можно тут какие-то правила особые? Погодки, ну здесь просто понимать, что погодки, они не каждая отдельная личность, даже если они рядышком родились, вроде бы у них там как бы, они очень много времени вместе проводят или не вместе, но они каждая отдельная личность, воспринимать каждого ребёнка отдельно. Точно так же родился второй ребёнок, этот старший ребёнок, которому ещё годик, он ещё абсолютно не напитался маминой любви. Он абсолютно нуждается физически в маме, да, и маме можно только, маме можно только сказать, большого терпения, и маме очень сложно в этой ситуации. Очень часто бывают такие ситуации, когда мама волей или неволей начинает сравнивать своих детей друг с другом. Впоследствии эти дети начинают чувствовать ревность, агрессию друг к другу, такая нездоровая какая-то конкуренция, что является у детей. Здесь важно посмотреть в корень, да, что хочет мама в этот момент. Вот и даже не только детей между собой сравнить, я просто помню со своего детства всегда у меня тоже мама говорила, вот там посмотри, какая девочка там соседская. Я всё время пыталась как-то мамину эту любовь завоевать, потому что вот быть как-то соседней, да. девочка. Ну вот мама здесь действительно как будто мама хочет сделать как лучше, да, и она хочет показать, смотри, а вот эта девочка лучше, она там как-то что-то сделала, смотри, как красиво там или ещё что-то правильно. И мама как будто хочет заинтересовать и сказать, а сделай-ка это так. Но реакция как правило наоборот. Ребёнок говорит, ага, значит, ты эту девочку больше любишь, значит, она тебе нравится больше, появляется ревность, появляется обида. И ребёнок один, он ощущает себя, что он один, ему некому, у него и так-то не получается, и так-то мама всё время как-будто недовольна, а тут вдруг ещё мама от меня отвернулась и посмотрела на какую-то другую девочку. Как? Я вообще, я вообще брошенная, ощущает ребёнок. Можно ребёнка сравнивать только с самим собой. Вот ты знаешь, вчера ты разукрасил, и у тебя только три раза ты вылез за полосочку, а сегодня уже только два. И вот важны такие нюансы, мы их очень часто не замечаем. Казалось бы, да что такое, я уже столько-столько жду, что он вообще не будет вылазить за полосочку. Он всё вылазит и вылазит, и мои-то ожидания от ребёнка, что он же уже взрослый, он же уже большой. И поэтому вот эти вот маленькие-маленькие деталечки его успехов замечать, подчёркивать, и тогда у ребёнка появится мотивация быть ещё лучше, ещё лучше сделать, ещё интереснее, красивее, ровнее и так далее. Только с самим собой. Ребёнок сразу чувствует свою ущербность. Если вот кто-то лучше, а я, значит всё, мама меня не любит, понимает ребёнка. Еёй, спасибо большое. Очень на многие моменты я, думаю, что пересмотрю свои отношения, обязательно попробую твои советы воплотить в жизнь. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok